Ну что ж, друзья, на наших волнах Симон Асяшвили, один из немногих на сегодняшний день поэтов России, который больше, чем поэт. Человек из прошлой эпохи, еще завоевавший все, что можно, аккуратно переплывший в эту эпоху и себя неплохо чувствующий в сегодняшний день. То есть современный российский поэт. Симон Асяшвили. Привет, Симон. Здорово. Привет тебе из прошлой эпохи. Не, я тебе это похвалил. Это же не это типа там. Это же не динозавр. Я имею в виду, что ты успешно соединил две эпохи и прошлую, в которой ты был, безусловно, очень популярен как поэт. И в эту тоже. И, кстати, как певец я тебя помню тоже. Скажи, пожалуйста, вот о современной конкурсе, да? Что-нибудь меняется вообще в лучшую сторону? Или по-прежнему конкурсы, как были в 20 веке, так же они стали в 21 веке. Вот этот конкурс, который называется «Музыкальная гонка». Зачем гонимся, как ты думаешь? Ну, на самом деле, за последние две тысячи лет человечество мало изменилось. Только они стали по-другому одеваться и петь другие песни. А, в принципе, все осталось то же самое. Люди точно так же любят друг друга, точно так же ненавидят друг друга, точно так же завидуют друг другу и хотят добиться успеха. Поэтому жизнь продолжается. То есть они точно так же сыпят соль на раны, да? Да и говорят на взрыв, душа еще болит. Ну, а как же, все продолжается. Вот, друзья мои, это у нас наша современность. Как сказали сегодня, культовый поэт. Скажи, пожалуйста, музыкальные гонки в данном случае для тебя есть какие-то находки из претендентов? Ты знаешь, я вот в прошлый раз был на этом одном из конкурсов здесь. И была хорошая девочка, я, кстати, не помню ее название, ее фамилии, но я отметил ее и предложил ей принять участие в одном серьезном конкурсе, куда я тоже вхожу в жюри. Буду рад ее там видеть. Здесь уже вот я прослушал трех человек или четырех, да? И одна вот последняя девочка мне тоже понравилась. Хорошая девочка, потому что она не просто хорошо поет, она еще и артистка. Это очень важно, когда человек выходит на сцену, он должен быть не просто исполнителем песен, но он должен быть артистом. Это редко бывает. То есть самое большое отличие данного конкурса от других, что здесь выбирают сразу артиста, а не просто хорошего исполнителя, правильно? Не, ну я думаю, что на многих конкурсах человека воспринимают как комплексно. Не только вот хорошо ли он поет, хорошо ли он двигается, хорошо ли он выглядит. В целом это должен быть артист на сцене, ну и на этом конкурсе, да. То есть которому можно уже предложить какие-то песни. Который может выходить на сцену и привлечь внимание зрителя. Почти сразу, да? Да. Отлично. И такой вопрос для тебя. Вот на твой взгляд современная поэзия, песенная, она исчерпала себя на сегодняшний день. Но вот для молодежи, да, они все больше слушают какие-то дисковые треки, ну там, я имею ввиду, больше диск-жокей стал на старой манере, если назвать его. Стал больше королем музыки, чем вот композиторы, аранжировщики, там, поэты. Потому что их знают больше. Там, о, диджей такой-то, диджей такой-то, диджей такой-то. Ну я думаю, что это все равно дело возрастное. Это у тинейджеров вот такие интересы и симпатии. Они подрастут и все равно захотят мелодичной, душевной песни. Потому что тяга к таким песням, она входит в сермягу восприятия русскоязычного слушателя. И поэтому вот наши старые песни, которые вот были там 70-е, 80-е годы, они все равно сегодня звучат, они востребованы и не только у взрослых людей, а у подрастающей молодежи тоже. Ну что ж, спасибо огромное. Всему нас и ожили, друзья мои. Русский культовый поэт современности, который зацепил не одну эпоху и комсомола, и безрыбья, и бандитской Москвы, и современного капитализма. Прошу любить и жаловать.